Этот приморский город часто называют идеальным для жизни, но в этой его части мы с вами еще не были за все два года, которые мы изучаем уже побережье Болгарии. В одном выпуске вы увидите огромный роскошный отель, который не работает, целые кварталы, где живут преимущественно коренные жители Болгарии, а также побываем с вами в комплексе прямо на берегу моря, который считается элитным. Ну и конечно пляж, конечно мы изучим пляж, как обычно. И давайте начну я этот выпуск с огромной благодарности, давайте вместе поаплодируем. У меня на канале наконец-то за два года впервые появились два спонсора второго уровня, это два замечательных мужчины, Яков и Роман. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете делать этот канал лучше и интереснее. Мы сегодня в поморе, прекрасная погода для того, чтобы гулять, потому что не жарко, ветерок обдувает, 23 градуса. И мы с вами у печально известного Sunset Resort в Поморье. В этом районе мы еще не были, в этой части Поморья мы с вами не были никогда и сегодня мы побываем и посмотрим что тут интересного. Я уверена, что что-нибудь достойное. Когда мы здесь гуляли, у меня еще была какая-то вера и надежда в то, что это все все-таки наладится, откроется. Но когда на монтаже я решила заглянуть в гугл и посмотреть, как назвать правильно это отель либо комплекс, Оказалось, что это отельный комплекс, но меня очень сильно расстроила вот такая вот надпись, которую вообще в своей жизни я вижу впервые на каком-либо объекте. Миша все удивляется, почему тут скобнуто что-то, сломано. Там стройка рядом, напротив этого Sunset Resort. Ну вот я не знаю, такое огромное строение, ребята. Просто ну так жаль, действительно. И здесь прям, посмотрите, выход к морю такой. Ох, как тут солнце печет, сразу такая жара. Какая тут набережная, посмотрите, хорошая. Идите по песку походите, я присоединюсь сейчас к вам. Это была плохая идея, но об этом я узнаю гораздо позже. Ох, огромный. Ну, конечно, видно, что фасад такой весь подзапущенный уже. Тут в краску добавлены какие-то блестки были, и она прям переливается все. Я просто не знаю, передаст ли камеру, поэтому я вам сразу говорю. Какие красивые деревья, шишки, вот такие. Какие мохнатые. Вид покажу. Вода такая, знаете, темно-темно-синяя. Ну, а здесь вот, видите, вот так это все выглядит примерно. Издалека масштабно и красиво, а сблизи не очень. Ну, продолжаем изучать. И тот же Google мне сказал, что отель якобы закрыт из-за долга за электроэнергию на 800 тысяч лево. Не мое, конечно, это дело, но я ж не могу не порассуждать немножко. Даже миллион евро для такого масштабного объекта, это, мне кажется, как-то не сильно много. Не находите? А тут 800 тысяч лево. Чтобы из-за этого закрываться, я не знаю. Много тут всего загадочного и непонятного. И поэтому все вот так печально тут отключен свет. Ну, в итоге такая вот печаль. Он пустой стоит, естественно, потому что кто будет в нем жить без света? Ну вот, вы, конечно, кто что знает, пишите в комментариях. Всю эту ситуацию мы с вами обсудим. И я с удовольствием почитаю, мне тоже интересно. Ну, потому что, знаете, есть какая-то официальная информация, а есть информация, которая на самом деле. И не всегда это одинаково, к сожалению. А может, и к счастью так жить интересно. Ну, мы двигаемся дальше по плану. Сейчас у нас пляж, потом город. И потом мы еще вернемся к этому отелю, но совсем с другой стороны. Тут работает бар, и даже тут скоро лежаки с зонтами, куда ж без них. Здесь очень такой песок интересный. Он не такой, как у нас на Солнечном. Просто песок. Здесь камней, ракушек, всего, что хотите, можно найти. Так, кстати, вот тут, где я иду, тут будет довольно-таки большая свободная зона. Я так надеюсь. Надо будет сюда приехать и купаться. Мне кажется, классно. Только не сегодня. Что бы там кто ни говорил, лично я считаю, что купаться еще рано. Пляж мне показался неуютным, неухоженным. Песок. Ну, я понимаю, что там минералы и что-то еще ценное очень в нем. Но ходить по нему нельзя босиком. Просто нельзя, потому что я пятки, во-первых, еле отмыла. Они были черные. Конкретно сандали свои еле отмыла. Хотела снять вам вон ту красоту. А там по песку идти нельзя. Очень горячий песок. Какие-то как стекла, я не знаю. Или это такие мелкие-мелкие камни. Или это отрос иголки. Ужас. И здесь вот рядом вот это вот... Я надеюсь, что строительство незаконченное. Я надеюсь, что это не дострои долгостроено. Вроде туалет стоит. Может быть, продолжится это строительство осенью. Я очень сильно топлю за то, чтобы в Болгарии все не дострои достроились когда-нибудь. Ну, потому что страна прекрасная. Сюда может поместиться столько хороших, добрых людей. Правда, Сашка? Чего? Там не ходите без сандалий. Я пошла розу снимать. Мне в ноги как повтыкалось что-то. Не знаю, что... А я когда шла еще туда, я удивилась, что парочка шла, и они стали как бы подаль от входа в отель и стали обувь одевать. И мне что-то показывали, махали, что там за такая загадочная зона. Ну, и как обычно, если вы знаете, напишите, пожалуйста. Слышно меня и видно ли вам, но там этот песок, он на солнце блестит. Красиво. Но как-то я пока что разочарована. Честно говоря, когда мы там по центру гуляли, я думала, что, ну, здесь-то вообще будет красота на этом южном пляже. В общем, мне южный пляж не понравился. По крайней мере, в таком состоянии, в котором он сейчас, нет. Далеко не лучший выбор. Не обижайтесь, пожалуйста, местные жители. Ну, кстати, эти домики так живенько выглядят. Я не знаю, это комплекс, наверное. Но мы сейчас зайдем посмотрим с вами. Нам же интересно, правда? Ступенечки. Я думаю, ребята, что это комплекс. Так выглядит. И такой довольно-таки густо населенный. И подозреваю, что круглогодично населенный. Так, ищем бассейн. Тут, видно, поливалочки не работают, что ли, так выглядит. Бассейн пустой почему-то. Жаль. Так всегда сиротеет сразу вид, когда бассейн пустой в теплую погоду. Но так тут, в общем и целом, неплохо, красиво. Не, ну работы ведутся какие-то, вон тут какие-то шланги протянуты. Значит, что-то делают. Ну, может быть, все впереди еще. Не ожидали, что так рано будет тепло. Потому что у нас в комплексе уже вовсю в бассейнах купаются люди. Ну, приезжие в основном, те, кто приехали на определенный срок. И, конечно, им хочется насладиться всеми благами отдыха. Нам спешить некуда. Поэтому мы ждем. Ну, Тимур у меня купался. Сказал классно, но слишком бодряще. Такие грустные розочки все. Так, ладно, я, как всегда, обращусь к местным жителям. Кто тут живет и вдруг меня смотрит, пожалуйста, напишите, как вам здесь живется. У меня такое двояркое впечатление. Ох, где солнце не светит, сразу плитка такая холодная. Я что-то босиком хожу, кстати. Мама, как всегда, зашла поглазеть. Это же комплекс, правильно, жилой? Не знаешь, как называется? Не был ты здесь, мебель не ставил? Ну, мы узнаем, как он называется, в любом случае. Интернет же есть. Так, вышли мы с вами с комплекса. И видим мы вот такую площадку детскую. Такую вот классную набережную. Как я люблю, когда в городе есть вот такая набережная. Как мне ее не хватает летом у нас на Солнечном берегу. Ну, то есть она есть, но она в магазин превращается. Красиво, да. Там птица редкая летает. Это не баклана. Это не баклана. Какая черная птица? Это баклана. Черные? Да. Да ладно тебе. Только почему трава такая желтая? Ну, выжженная вся. А Солнце? Слушай, ну, а почему здесь не поливают? Я понять не могу. Не знаю, что поселили. Это ж так некрасиво сразу, когда вот такая трава. Ужас. Птицам бедным жарко, они тоже в море залетят. Там намочатся и потом вылетают. Что мне надо видеть? Там же специалист. Водой. Так, баклан водой сейчас вылетают. Так это нырки такие утки специальные, редкие. Это не утки баклана, но видишь поморье. Вижу поморье. Так, если бы здесь была зеленая трава, то я бы сказала, что очень здорово гулять. Вот. Здесь мне очень здорово гулять. Миша, аккуратно ходи. Мы все еще босиком. Знаете почему? Потому что этот песок, ты его так легко не отряхнешь с ног. Это вам не солнечный берег. Он ноги так облепил и не хочет никак с них отряхаться. И когда ты его отряхаешь, тогда вот эти кусочки ракушек, они царапаются. Ну, короче, надо привыкать. Специфический песочек. Вот. В общем, пока Саша мыл с Мишей ноги аккуратненько, я подошла вот сюда, вот к этому краю. И подождала, пока волна придет. Меня как обдала, так мне ноги вымыло аж до самого этого, до самой не могу. И платье постиралось завтра в морской воде. Так здорово, природный душ такой. Мне здесь начинает нравиться. Что? Да, за один раз волной как окатило. Все, супер. Да, тут мне понравилось. И пока мы отсюда не ушли, на другую локацию, я вам озвучу то, что я нашла по комплексу, в который мы с вами зашли благодаря моему любопытству. Поиски я осуществляла, конечно же, в интернете. Оказывается, он называется Helios Beach. И в объявлениях он указан как элитный комплекс. В основном продаются там двух-трехкомнатные квартиры по ценам от 90 до 150 тысяч евро. Таксу поддержки за двухкомнатную квартиру в нем нужно платить 610 евро в год. Для сравнения скажу вам, что мы в нашем комплексе платим 700 с лишним евро. Хотя у нас никакой он не элитный. У нас простой. И построим комплекс в 2015 году. Здесь еще растет такая трава, которая дает колючки такие. Можно уколоться очень сильно. Мы, слава богу, одели уже обувь. И она прокалывает велосипедом шины. Здесь вот такие вот дома наверняка без таксоподдержки. Просто можно купить квартиру и жить, оплачивая только воду и свет. Ну, вы мое отношение знаете к этому вопросу. Нет, возможно, здесь, кстати, неплохо. Если человека вполне устраивает здесь купаться только в море, почему бы и нет? Гулять здесь есть где. Очень здорово. В принципе, как вариант. Но только, конечно, не очень хочется жить в каком-нибудь таком недостроенном доме. Потому что, конечно, у него нет акта 16. И люди живут на промышленном электричестве. Я так предполагаю. Но навряд ли в таком виде дому дадут акта 16. И так интересно, пол дома как бы сделаны, готовы. Уже успела штукатурка не только сделаться, но и обсыпаться. А другие части дома даже не отштукатурены. Ничего не понятно. О, вон я. Миша сезон повторяет. О, как красиво как. Вы посмотрите. Тут видите, кто на первых этажах живет? Они так себя защитили от мимо проходящих людей. Немножко, конечно... Я где-то такие святые уже видела. В тени они находятся. Тоже своя прелесть. Ой, там такие улочки классные. И много-много таких вот четырехэтажных, пятиэтажных домов. Трехэтажечки хорошенькие. Интересный город. Очень разный. И по архитектуре, если можно так сказать. И по всему что? Смотри, смотри. А, машинка маленькая, да. Цветы такого же цвета почти выросли. Только они чуть-чуть розовые. Ну, вот так вот живут люди здесь. Интересно. Так что, ребята, Болгария, она разная. Кто еще не видел святого класса недавно, ее прогулку, посмотрите. Будет контраст. Такой достаточно, довольно-таки серьезный. Ох, смотрите, какие тут набережные. Ну, зато нету вот этих вот гористых таких местностей, как в Святом Власе. Тут более-менее все ровно. Красиво как. Тут, наверное, силами местных жителей сделана вот такая лестница. И здесь еще один спуск. Вот такой маленький треугольный пляжик. Мама, а ты говорила, что эти маленькие красные паучки кусаются? Нет, не говорила. Думаешь, надо сказать? Миша просит, чтобы я вам сказала, что маленькие красные паучки кусаются. Мама, не говори. Мама, не говори. Мама, не говори. О, красиво. Миша здесь нравится, кстати. Да, Миш, тебе нравится тут? Нет. Почему? Паучки маленькие? Нет. Почему? Это ей не нравится. Мне не нравится, потому что здесь грязный кусок. Здесь вот кофты вот под синьки лежат. А еще вот, еще, да, и еще мне не нравится, что такая грязная вода. Ну, вода не грязная, она просто травы нанесла, мутная. Да. Ну да, она помутнее. В Несебре такой воды не бывает. Ну, нельзя так говорить, Миш. Она полезная очень. А еще мы нашли вот такой вот чудо-камень. Мы спустились немножко от моря на улицу Морска. Здесь вот такой вот дом. Но он с той стороны вообще не отштукатурен, и с другой стороны не стала вам показывать. Непреклядное зрелище. Там стоит машина Мастер Хаус. Видимо, поскольку сегодня воскресенье, я делаю такой вывод, что, наверное, человек там живет, работает в Мастер Хаусе. Но, может, приехал работать, что-то делать. Тут вот еще со дня Бабы Марты дерево украшено висит. Да, здесь школа, да, Саш? Да, училище-то. Точно такая симпатичная школа. Ну, это я сказала первая школа. Молодец, Миш. Не знаю, такие смешанные чувства вызывают. Мам, мне это ты первая сказала? Нет, папа сказал. Значит, я старалась. Летим, мама старалась. Тут же детский садик, но... Детка родилась. Производит такое тоже двоякое впечатление все это. Тротуар. Ну, тут, да, тут ремонт, наверное, скоро будет. Ох ты, какой кабриолет поет, мой красивый. Здесь сразу как от моря ушли, так жарко. А на море такой ветер довольно-таки сильный был. А тут птички поют. Так хорошо. Так, там видно кольцо. Мы идем с вами туда. О, здесь парк. Пошли в парк. Видите, вот чем хорош город? Не каждый, наверное. Здесь есть парки. Нас на солнечном берегу вы такого не найдете. К сожалению. У нас ваш парк, это территория вашего комплекса. Либо по пляжу гуляйте. Цветет как. Тут в теньке деревьев. Можно послушать птичек. Ну вот почему бы этому фонтану не работать? Посмотрите. Разгар выходного дня. Сидят люди тут, отдыхают с детьми. Ну что вот это вот? Чего он тут стоит? Там вот сцена, видимо, что-то происходит по праздникам. Ай, стоит он, видимо, так давно уже. Там трава внутри растет, этого фонтана. Слышите птичек? Слышите птичек? Слышите птичек. Так, а что это такое, интересно? Симпатичное что-то. Я не знаю, что такое РЧ. Там можно было бы подойти почитать, но там парни стоят, не хочу им мешать разговоры разговаривать. О, как уёбанно, смотрите. Может быть это что-то вроде культурного центра? О, смотрите-ка, набирают актёров на роли девочек и мальчиков в возрасте. Старше десяти лет, я так понимаю. А, уже прослушивание было, 19 мая. Мы опоздали, но всё равно Мишке ещё четыре года не хватает. Так что у Миши, кстати, актёрский талант стопроцентный. Он может изобразить всё что угодно. И довольно вот такие... Ну ладно, не уступай. Сегодня, знаете, такая прогулка. Мы прямо окунулись с вами в такую именно болгарскую жизнь. Не туристическую, а именно вот коренных жителей. Ну, такие прогулки нам тоже нужны. Мы же с вами здесь жить собираемся, правильно? Ну, может не все, но я, по крайней мере, в ближайшее время точно. Так, скажу я вам, что город большой. Такие тут целые проспекты большие. Ну, все они приблизительно выглядят вот так. Так, там море. Все эти проспекты ведут к морю. Это учитывая то, что мы с вами сегодня в той части, в которой мы ранее не были. То есть у нас были прогулки по поморью до этого. Если вы зайдёте в мой плейлист прогулки по Болгарии, там найдёте. В разное время года, причём мы были там весной ранней и зимой. Так что, кого интересует этот город, можете посмотреть. Но здесь довольно много вот такого, к сожалению. И домов без штукатурки. Это просто какой-то местный такой неотъемлемая часть местного колорита. Дома без штукатурки. Не знаю, с чем это связано. Смотрите, с другой стороны вот такие красивые очень есть входы в подъезды. Очень красиво. Надо купить. Саш, наберёшь черешни? Нет. Нет? Почему? Не хочешь? Ну да, всё-таки овощи уже пожившие. И фрукты, и ягоды слишком пожившие. Но недорого зато. Я бы побыбирала, конечно, но мы же не из-за черешни сюда приехали. Иди. Черешню он не будет выбирать, а беру будет. Там по дороге огромная собака черная бегает. Ужас. Сама по себе. Такое меня пугает, конечно. Саша вот вскрылся в недрах этого магазина. Его обрадовало сильно, что сегодня жена за рулём. Он пошёл за пивом. На маршрутке ездит, видите? Обычный город со своей жизнью. Заходила сейчас вот в этот магазин. Смерила кроссовки. Болгарские. И там работает такой болгарский прекрасный мужчина приятный. Я с ним на болгарском разговаривала даже. Он даже понимал, что я говорила. А здесь вот такие маратонки можно приобрести. Рядом для маленьких. Кто-то сам вяжет. Такая прелесть. Ой, наверное, живут тут рядом тоже. Так, а вот это я вам снимала со стороны моря, со стороны пляжа. Здесь вот я около этого отеля. С той стороны хотела снять розы вам красивые. И так ноги обколола себе чем-то. Не знаю, чем. Может быть, это просто были нагретые камни. Не знаю. Тут строительство большое идёт с этой стороны. То ли отель достраивают. Странно, как-то тут закрытого очень много всего. Но если это город, то здесь же всё время живут люди. Почему так много закрытых бизнесов? Меня удивляет. Машины. Здесь, знаете, в Болгарии очень много достаточного советского наследия такого. Ну и оно причём ездит. Давайте на экскурсию собрались. Ну вот мы с вами возвращаемся туда, откуда начинали. И, возможно, сейчас ещё туда вперёд пройдём. Я хочу ещё там посмотреть туристические места. Очень люблю ездить гулять с Сашей, потому что ему можно телефон отдать, например, когда устала. Ну вот здесь очень красиво. Ну вот так вот вот посмотреть. Кажется, что прям красота. Кстати, хочу вам рассказать, что вот я почему не люблю экскурсии. Организованные такие, знаете. Вот как сейчас они смотрели там, зависли около этого стенда. Потому что я не люблю, когда мне показывают то, что показывают всем, вот как положено. Мне так не нравится. Я люблю ходить сама, ездить сама туда, где мне интересно лично будет. Вот. Это первое. Второе. Посмотрите выпуски мои, где мы на корабле ездили на остров Святой Анастасии. О, я и сюда встану, сними вот это красиво. Вот. На остров Святой Анастасии. И там... Сколько мы заплатили за билеты? Я там всё говорю, я уже сейчас цифры не помню. И мы ехали на таком большом, достаточно хорошем кораблике. Или на чём? Ну, на корабле. Тамарань. Тамарань. Не есть дороже, чем мы платили. И у меня из-за этого такое вот взятое отношение к экскурсии. Может быть, так не все работают, я не буду на всех договаривать. Но я вам просто рассказываю то, что я видела. Поэтому, ну, когда вот этот транспорт такой самый, знаете, уже подубитый. И цены неадекватно выше. Зачем? Если мы сели в машину и сами поехали туда заплатили. Мы вернулись к отелю Sunset LeZor. Он такой большой, что его окрестности не так легко и быстро осмотреть. Смотрите, мне кажется, это так эпично. Здесь такая красота кругом. А здесь вот так вот. И видите, на шлагбауме паутина такая. Вон, видите. И это сразу печально. Очень. А что это такое? Здесь какая-то опасность. Идите, вокруг написано. Не понимаю. Боже, какой он красивый. Смотрите, какой он огромный. Видите? Ну что, стою я опять в растерянности и думаю, куда нам лучше идти. Потому что там отель. Тут отель. Марина. Не вижу второго слова. И там красивый отель. Но туда мы, наверное, подойдем все-таки. Там самый красивый, мне кажется. Поэтому мы сюда. Смотрите, что Саша заметил. В бассейне живут утки. Представляете? Но ведь если бы им там жилось плохо, они бы могли улететь. Это, наверное, дождевой водой налило им там. И они там живут. Может, у них там еще и утята есть. Мы не будем им мешать. Такие чудеса можно тут увидеть. Идем дальше. Судя по всему, я тут сниму только вход. Такой вот красивый. Тут-то внутри, конечно, рай. Ворота 23.00 закрываются. Ох, там, конечно, красота. Посмотрите. Это красивый отель. Ухоженный, рабочий. Судя по всему. А здесь вот в этом сансете я даже видела одно окно на распашку. Такое открытое, Настя. Видимо, кто-то все-таки живет здесь. Представляете? Ой, интересно. Очень интересно гулять, ребята. Надеюсь, что не мне одной. Самый настоящий кошкин дом. Дом закотки. Видите, игрушечки для них висят тут. Кошки все гуляют, видать. Или спят. Не будем беспокоить. Это тоже жилой дом. Простой. Обжитое место. Тоже живут люди. Вон там заборчик весь розовый. Сажен. Машины плотненько припаркованы. Люди бодрые и радостные. Как можно сразу вот за долю секунды понять, где людям хорошо живется. Мне кажется, что здесь неплохо. Там вон дальше лесопарковая зона такая. Все дешевые здоровые. Такая зона. Прям лесок такой. Как в Латвии. Что-то я сразу столько сосен увидела, сразу Латвию вспомнила. Ну как, это же сосны вот. Вот это большой кедр, наверное, да? Да, на колесе. Точно, ребята, я как будто в Латвии оказалась. Просто дзинтере. Да, там дом на колесах кто-то припарковал и живет себе. Среди сосен на берегу моря. Здорово. Вы знаете, тут что-то строится рядом. И может быть уже тоже давно строится. Наверное, это не очень привлекательно с точки зрения проживания. Когда рядом какая-то стекущаяся стройка, это, конечно, не очень хорошо. Так, здесь тоже кто-то живет, видимо. Но мы туда не пойдем, потому что я там увидела что-то красивое. Ну вот как вам моя интуиция? Я же говорю, вот вам. Flora Beach Resort Premium Class. Ну красотища же. Новенькое все. Машиночки рядом стоят. Тут все сразу совсем по-другому вокруг. Смотрите, какие тут входы красивые. И рядом такое соседство тоже симпатичное. Так, здесь что, забор? Я не поняла. А, это, наверное, тот же самый отель, которому мы к забору подошли тогда с вами. Там красиво, там идет жизнь, там загорают люди. Работает грибок на Бодесском бассейне. Цветут розы. Вот. И здесь вот так тоже красиво. Ладно, обойдем тогда здесь. У нас вот такой весь зарешеченный, закрытый. Ай, нелегкая с вами у нас судьба. Ходить на закрытые ворота смотреть. Инкогнито. Если вы хотите, чтобы вас никто не знал, можете жить здесь. Когда у вас будут спрашивать адрес, вы будете указывать инкогнито. Правда, у него только три звезды. Ничего. Смотря какие у вас, блядь. Есть вот такие красивые домики новенькие. Там за ним еще один строится. Успела сказать. Ну, а мы с вами отправляемся дальше изучать разные места. Каждая по-своему прекрасна. Это интересно, на мой взгляд. Потому что все города разные. Ну, а в таком большом городе, как Поморье, отличаются даже разные его части. Я заметила здесь, в Болгарии, что житель любого города любит именно свой город. Кстати, после этой прогулки мы заехали в магазин. Обзор по ценам, из которого вы уже посмотрели. Оставайтесь на канале. Не забывайте написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok